Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы побываем с вами в очень интересном магазине. Я хотела заснять там и показать вам обувь, которую я увидела на витрине. Она меня привлекла. После некоторых раздумий меня пригласили на съемку, чему я очень и очень рада. Магазин называется «Валерия». Он находится в Абонатерме. И есть магазин, который даже старше, чем тот, в котором мы с вами находимся. Это магазин в Монте-Гротто-Терме. Он находится рядом со стационой. Витрины этого магазина мы с вами тоже неоднократно видели. Это семейный бизнес. Открыла этот магазин мама. И именно ее имя носит название магазин и также название марки. То есть под этот магазин производится обувь. В Италии это очень распространенная ситуация. И обычная история. Любой человек может заказать обувь со своим брендом, со своей маркой, поставить туда название, которое ему нравится. Например, собственное имя, что чаще всего и делается. Мне очень приятно, что в этом магазине представлена большая часть обуви, которая производится не просто в Италии. Вся обувь, которую вы видите, производится в Италии. Она производится в непосредственной близости. У нас есть очень знаменитый обувной район. И, возможно, в ближайшее время я туда все-таки доберусь. Там огромное количество обувных, ремесленных именно. То есть обувь производится так, как она когда-то производилась. Безусловно, технологии внедряются. Но вот эта знаменитая Made in Italy, сделана в Италии, это сохранилось до сих пор и присутствует именно в этом районе, название которого для меня слишком сложное, поэтому не могу вам озвучить. Но те, кто живут в Италии, прекрасно поймут, о чем я говорю. Потому что вот таких мест по всей Италии, их не так много. И они знамениты, если говорить о том, что люди увлекаются, допустим, пошивом одежды. Есть определенные фабрики, мастерские производством ремней. Тоже есть специальные мастерские, где сосредоточены, точнее, специальные территории, где они сосредоточены. Вот также в том, что касается производства обуви. Большая часть обуви, которую я вам сегодня покажу, она и производится под маркой Valeria. Что интересно, очень многую обувь можно заказать, что называется, сумизура, и сделать ее персональной, то есть придать ей индивидуальность. Например, сделать вышивку определенного цвета, сделать каблук определенного цвета. Это очень интересно. Я ни разу с этим не сталкивалась, хотя повторюсь, для Италии это распространенная ситуация. Я покажу вам босоножки, там тоже можно выбрать детали. Они могут быть одного цвета, другого цвета. И я всегда очень люблю, когда можно сделать что-то индивидуальное, не просто свои инициалы поставить, а выбрать цвет, цвет ниток, цвет основного изделия, возможно, цвет стельки. Здесь на самом деле нужно смотреть. Все зависит, безусловно, от фабрики, где производится, и от договоренностей с этой фабрикой у того магазина, в котором вы приобретаете ту или иную обувь. Вы знаете, я не мерила обувь, спросила. Вся она идет размер в размер. Никакая обувь не маломерит, не большимерит. И вот могу сказать, что обувь действительно очень легкая. Это меня поразило. По всей видимости, она действительно достаточно удобная. Вообще, эти магазины, именно у нас в Абнатерме, они пользуются большой популярностью. Они ориентированы все-таки на определенный возраст. Этот возраст продиктован теми туристами, которые посещают именно Абнатерме и Монтегроттерме. И нужно понимать, что это турист элегантного возраста. Вот, кстати, эти босоножки. Можно заказать совершенно разную отделку. Цвет на подошве может быть разный. Вот этой блестящей линии. Он может быть золотой, может быть серебряный, может быть бронзовый и так далее. Очень интересная на самом деле концепция. Иногда удается изготовить обувь по индивидуальному запросу, пока человек пребывает на термальном лечении. То есть на неделю, на 10 дней приехал турист, и если что-то ему понравилось. Но зависит на самом деле от загруженности фабрики, зависит от периода. Потому что в августе, мы знаем, в Италии все фабрики закрываются. В августе наступает период отпусков. И в основном происходит закрытие большей части именно производства. Очень интересные сумки. В этот раз сумки я вам не буду показывать. У меня просто уже и времени не было. Сегодня я снимала также в другом магазине. Вот эти кроссовки мне сказали пользуются спросом. И они действительно очень легкие. Мне бы хотелось примерить, но для примерки мне нужно, наверное, будет организовать другую съемку, что я, скорее всего, с удовольствием и сделаю. Я поняла, что я очень люблю снимать обувь. Когда я начала вести свой блог о моде, я говорила, что я к обуви достаточно равнодушна. Я и сейчас к ней равнодушна, но в постоянных поисках идеальной, удобной пары обуви. То, что касается кроссовок, кроссовки-носки, эта модель популярна. Вот недавно меня спросили в комментариях. Она популярна у всех. По всей видимости, эта модель обуви очень удобная. У меня подобной обуви нет. Я рада снимать в этом магазине, потому что обувь здесь очень итальянская. Посмотрите, вот снова марка Valeria. И обувь имеет очень часто анималистичный принт, необычную фактуру, необычную фурнитуру. Это вот все является, безусловно, характеристикой на итальянской обуви. Вот, пожалуйста, все контакты магазина. Продают ли они в Италии дистанционно? Да. Продают ли они в Европе дистанционно? Так же. И мне сказали, я, наверное, буду об этом отдельно говорить, что продают так же и в Россию. То есть у них есть опыт отправки. И это очень здорово, потому что в Россию, повторюсь, есть некоторые сложности с отправкой. Меня часто спрашивают про Украину. В Украину я лично сама никогда не отправляла. Но вот почему-то мне кажется, что в Украину отправлять легче, чем в Россию. Это связано, повторюсь, с какими-то таможенными законами. В обеих странах они разные, поэтому, что называется, нужно спрашивать, нужно интересоваться. Покажу вам очень необычные кроссовки. Я недавно говорила, что балетная история, она очень популярна. Посмотрите, какие кроссовки. И завязываются вокруг щиколотки. Очень интересно. Мне бы, на самом деле, эту обувь тоже было интересно примерить. Мне кажется, что она очень оригинально смотрится. Сандалии унсандалу джоелло. Тоже концепция, которая популярна в особенности летом. Необычные украшения, необычная фурнитура. То, что действительно чаще всего используется для украшений, для бижутерии, мы можем увидеть с вами на итальянской обуви. Повторюсь, это магазин с очень характерной именно итальянской обувью. То, как она выглядит, это очень по-итальянски. Очень мне понравились эти... Это даже не балетки. Я бы все-таки сказала, что это макосины. Видите, тоже марка Валерия. И это тоже производство для именно этого магазина. И получается, сначала родился магазин, а потом родился бренд обуви. Обувь очень красивая, очень легкая. Мне почему-то кажется, что она будет на ноги хорошо смотреться. И нога в ней себя будет хорошо чувствовать. Я в следующий раз обязательно примерю. Мне прям стало даже интересно ощутить эту обувь на собственной ноге. Ну что ж, еще немного яркой акцентной обуви. Посмотрите. Вот обувь очень итальянская. Вот так она выглядит, итальянская обувь. Когда совпадает итальянская красота и итальянское качество, это, конечно, здорово. Мне объяснили сегодня технологию производства обуви. Оказывается, есть несколько технологий. И я не смогу вам воспроизвести на русском языке и на итальянском также. Но говорилось о том, когда на обувь уходит больше кожи. Когда обувь, она не сшивается частями, а как будто бы растягивается по форме будущей обуви. Не могу вам объяснить. Это очень интересно. Меня научили эту обувь отличать. Я в следующий раз вам обязательно расскажу. И вот, кстати, как раз-таки пример такой обуви. Во-первых, она очень красивая. Пара такой обуви стоит в районе 200 евро, что по итальянским меркам все-таки недорого. Да, вот эта обувь. Я запишу отдельное видео. Видите, как стелька прикрепляется к вертикальной стороне обуви. Вот мне объяснили, как отличать. Я обязательно вернусь в этот магазин и еще раз спрошу, потому что я, что называется, поняла. Это было очень сложно понять и забыла. Вот действительно какие-то новые знания, они не сразу остаются у тебя в памяти. Но это действительно было очень интересно. Мне кажется, это будет интересно многим моим зрителям. Кстати, вот такое производство обуви не означает более качественное производство. А это просто вот другая технология. Эта технология, как делали когда-то. Но на подобное производство уходит больше кожи. Соответственно, и обувь априори будет стоить дороже. Перед вами пример праздничной обуви. Небольшой каблук, пряжка. Перед вами пример очень итальянской спортивной обуви. Обязательно леопард. Либо что-то сверкает, переливается. Либо и то, и другое сразу. Ну что ж, мои прекрасные зрители, вот такой обзор у меня получился. Вот такой интересный визит у меня состоялся. Кстати, по поводу этой обуви тоже мне сказали, что она пользуется популярностью. Не столько в силу своей эстетики, сколько в силу удобства. Что возвращаются за ней люди. В особенности есть постоянные клиенты, которые приезжают на отдых и уже попробовали носить обувь. И за ней возвращаются. Ну что ж, на сегодня, мои прекрасные зрители, это все. Я с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok